Всем меняемым людям было понятно, что Эрдоган хитрый лист. Друзья, меняется история и сейчас вы узнаете все подробности и все подноготные. Итак, вчера перед началом, потому что саммит НАТО начинается сегодня, вот сейчас в эти минуты главы государств тут рядом подъезжают, их встречает генсек НАТО Янс Толтенберг и все только-только начинается. Так вот, вчера перед началом саммита НАТО прозвучала уже главная, историческая новость. Турция снимает свою блокировку вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Сегодня это решение будет принято официально и НАТО пригласит Финляндию и Швецию вступить в Альянс. Но дальше это вопрос там нескольких недель от силы пары месяцев и они официально члены Альянса. Друзья, это фантастическая новость. Чего напомнить, эти страны, которые столетиями, еще раз, столетиями держали нейтралитет. И, значит, ну, Путин, который всех переиграл, как обычно, значит, который рассказывал, что цель его войны против Украины, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО и вообще, чтобы не допустить расширения НАТО, получает такое расширение. Там больше тысячи километров границы у него с Финляндией, можете себе представить. То есть получает по полной программе, то есть полный, абсолютный провал. Ну и, конечно, это серьезное усиление. Это две серьезные страны с достаточно серьезными армиями, с очень серьезными экономиками. В общем, привет. Еще плюс Балтика теперь для Путина становится просто такой занозой в заднице. В общем, друзья, реально, там колоссальный провал Путина. Но он еще на что-то надеялся до вчерашнего дня, что, значит, этого здесь не случится. А почему? Потому что Эрдоган и Турция блокировали на начальном этапе этот процесс. У Эрдогана там есть свои претензии. Ну, слушайте, восточный человек запустил немножечко такой себе торг. Выставил требования тяжелые, причем такие. Даже сначала он не особо и обсуждал их. То есть просто, как бы, вот мы не пустим и все. Типа, приходите ко мне все на поклон. Ну и, в общем, с ним начали договариваться. Мы с вами это обсуждали у меня на канале несколько раз. Я говорил, что, конечно, договорятся. Конечно, он даст добро. Но, как видите, я оказался прав. Но все это оказалось достаточно быстро. То есть никто не дал ему долго играть в эту игру. А быстро, достаточно сели и договорились. Вчера был подписан меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией. И Генсек НАТО участвовал в этом. А то, значит, что Финляндия и Швеция там, в принципе, они даже особо ему ничего не отдали. Он там требовал, чтобы они ему отдавали политических беженцев турецких, которые там бегут от него в другие страны. Они этого не сделали. В общем, они там сказали, что будут внимательно относиться к его запросам. Ну, понятно. Единственное, что снимается запрет на продажу оружия Турции от этих стран. Но, заметьте, не от США. И там по-прежнему висит контракт по американским самолетам. Потому что Турция, знаете, Турция же играет такую двойную игру. У нас, с одной стороны, безусловно, член НАТО. С другой стороны, она и с Россией в хороших отношениях. И заключила контракт на С-400. Российское это ПВО. Вот. И это не понравилось США. Тут вы как бы выбирайте. Ну, и США эти свои претензии не сняло. И это показательно. На самом деле, дожали здесь, договорились с Эрдоганом. Но Эрдоган, в первую очередь, кого он, друзья, намахал? Путина. Послушайте, как уже об этом истерит Соловьев. Говорить надо сейчас уже не столько про Эрдогана. С ним все ясно, сколько неустанно напоминать. У Европы нет субъектности. Она не уважает сама себя. Финским и шведским политическим управленцам сказали США. Сделайте так, как вам говорили. Придайте, кого нужно придать. Примите решение, не беря в расчет мнения своих и тем более чужих народов. И они все сделали. Да, но только он врет. На самом деле, намахал Эрдоган одного человека в мире. Это Путина. Почему? Потому что в Финляндии, Швеции, в НАТО. Все хорошо. В США ничего никому не отдали. А вот Путин, который очень на что-то надеялся, вот он в пролете. Да, конечно, Турция одной рукой дает Украине помощь, поддерживает Байрактары, закрывает Босфор. Другой рукой пропускает российскую нефть через Босфор, торгует, зарабатывает. Это правда, это Турция. Но Путин-то надеялся, что они ему стратегически тут остановят Швецию и Финляндию. А вот это Эрдогану тысячу лет не надо. Более того, все равно он член этого союза. И ему выгодно, чтобы этот союз становился сильнее. В общем, он получил, что ему нужно. Финляндия и Швеция, что им нужно. США, что им нужно. Путин получил за щеку. Вот, собственно говоря, и весь расклад. Важные новости отсюда, друзья. На самом деле, это очень большая новость. Еще раз, меняется карта мира геополитическая. Просто на наших с вами глазах. И, конечно, все это связано с той войной, которую ведет Путин против нашей страны. И здесь, собственно говоря, Украина одна из топ-тем. Ну, не одна. Украина здесь это топ-тема. И та война, которую Путин ведет против Украины. Буду держать вас в курсе. Следите за новостями с полей саммита НАТО в Мадриде. И держим строй. Ну, и Финляндия и Швеция красавцы. И Эрдоган красавец. А кто дурак, вы знаете.